Издательство Эксмо. Татьяна Устинова, Павел Астахов. «По зожу сердца». Глава первая. Просломанную ногу, порезанную руку и разбитое сердце. Что может быть уютнее, чем утро 1 января? За час-другой до рассвета шумный праздник наконец затихает, и в целом свете устанавливается хрустальная тишина. Воздух пахнет порохом, хвоей и мандаринами, на ёлке гипнотически мигают разноцветные огоньки, и тело греет тёплый плед, а душу — мысль о том, что в холодильнике полно вкусной еды, которой хватит ещё на пару дней. Ах, как спокойно и бестревожно чудесное утро 1 января! Бабах! Хрустальная тишина разбилась с грохотом и дребезгом. Старый дом содрогнулся. Бабахнуло очень близко и совершенно не похоже на праздничный салют. К тому же крики за взрывом последовали отнёть нерадостные. Информации в них содержался сущий минимум. Кто-то отчаянно ревел, а кто-то прочувствованно матерился. Я различила два голоса, и оба были мне прекрасно знакомы. Трубный лосиный рёв издавал мой любимый племянник Сенька, а вдохновенно ругалась его мама Надка. Я торопливо выпуталась из пледов, который заботливо запеленал меня похрапывающий рядом Никита. Сам он предусмотрительно уснул, накрыв голову подушкой, и потому сейчас только поворочился немного, недовольно бормоча. Не теряя времени на поиски тапок, я поспешила на шум. Ругань уже стихла, но рёв ещё продолжался и служил мне указателем направления. Он был совсем не лишним. В недавно перестроенном летнем доме Говорова я ещё не освоилась, и в темноте ориентировалась плохо, а искать на стенах выключателя в спешке не стало. Вскоре выяснилось, что электрическим освещением пренебрегла не только я. Источник шума обнаружился в кладовке. Я не сразу поняла, что именно происходит, потому что в помещении было темно, только у самого порога лежал включённый фонарик, бестолково подсвечивающий снизу высокий до потолка стеллаж с домашней консервацией. В круге жёлтого света красиво блестели выпуклые бока трёхлитровых банок, яркий блик в нижнем ярусе сюрреалистически акцентировал красную скипку солёного арбуза. Испещрённая чёрными семечками, она неприятно походила на издевательскую улыбку, кариозную и щербатую. «Весело-весело, встретим Новый год!» пробормотала я и запоздала охлопала стену у двери в поисках выключателя. Свет зажёгся, а рёв неожиданно испуганно притих. «Вау! Ничего себе! Ты только не подумай, мы ненарочно!» заверила меня натка и отпихнула носком промокшего тапка кусок на редкость дюжего солёного огурца. Тот покатился колбаской и остановился, вызывающе покачиваясь в неустойчивом равновесии в шаге от меня. Я не выдержала и тоже наподдала ему ногой. «Вы зачем сюда залезли?» Плодовая, стратегические запасы, в которой сформировали ещё бабушка и дедушка Говорова, царство им небесное, представлялось мне чем-то средним между сокровищницей Али-Бабы и музеем капитал-шоу «Поле чудес». Судя по количеству и глубине полок, сплошь заставленных банками, коробками, ящиками и даже бочонками, запасливые предки моего любимого мужчины обеспечили пропитанием не только самого Никиту, но и его потомков до седьмого колена. Причём как сухим пайком, так и мокрым. Прямо сейчас на утоптанном земляном полу имелась обширная, едко пахнущая лужа. Мои собственные любимые родственники умудрились обрушить полку с солёными огурцами и маринованными помидорами. «Я есть хотел», — шмыгнул носом Сенька, и я вытаращилась на него в неподдельном изумлении. Какой российский человек может испытывать чувство голода утром первого января? Еды на праздничном столе имелось столько, что хватило бы на роту солдат, а нас-то ей было всего пятеро. Причём Сашка, убеждённая сторонница ЗОЖ, не объедалась и вообще уехала сразу после полуночи, а мы, оставшись вчетвером, даже до праздничного торта не добрались. «А, торт!» Теперь я всё поняла. Проснувшись утром, Сенька, он у нас парень самостоятельный, решил роскошно позавтракать тортом, а я-то ведь его убрала со стола. В битком набитый холодильник торт не влез, я отнесла его в кладовку и... Пошарив взглядом по полкам, я быстро нашла знакомую коробку. «Какое счастье! Торт не пострадал! А огурцов с помидорами у нас ещё очень много!» «Что ж ты свет-то не включил?» Попеняла я юному расхитителю гробниц, то есть кладовок. Не хотел никого разбудить. «Да ладно!» Надка захихикала, но тут же скривилась. «Ой, рука!» «Что с рукой?» Оставаясь на пороге над лужей, я вытянула шею, как гусь, и встревоженно зашипела. «Надка, ты поранилась!» «Немного порезалась!» Сестра повернула руку, и я увидела, что пальцы у неё в крови. «У мамы рука, а у меня нога!» Сенька взбрыкнул коленкой и хныкнул. «А головы ни у кого из вас нет!» Не удержалась я. «Сидите, не двигайтесь! Я сейчас обуюсь и буду вас спасать!» Я сбегала в прихожую, нашла там бабки на резиновые галоши, вернулась в кладовку и в обход опасных зазубренных стекляшек поочерёдно вывела из неё сестру и племянника. Сенька морщился и скакал на одной ножке, а «Надка» шла нормально, только нервировала меня тем, что с выражением безропотного страдания на лице постоянно шевелила пальцами раненой руки, как бы проверяя, не отказались ли они ещё ей подчиняться. Выглядела это жутковато. Окровавленная рука, пытливо щупающая в воздухе что-то невидимое. Для голливудского фильма ужасов — подходящая сценка. Перебазировав пострадальцев на кухню, я щедро залила «Надкину руку» перекисью. Потом аккуратно замотала её одной льняной салфеткой, а вторую, такую же, привязала сестре на шею, соорудив подобие подвесной люльки для повреждённой конечности. Сеньке к травмированной ноге я приложила лёд, но было ясно, что этого недостаточно. Лапка у пацана опухала на глазах. Пришлось вызванивать такси и ехать в поселковую больничку. Там было на удивление многолюдно. Кроме нас с помощью дожидались участники масштабной праздничной драки, пара олухов, накосячивших с запуском фейерверка, и бабулька с приступом желчекаменной болезни. Последняя выделялась в толпе раненых, как белая ворона. Никита всю эту безрадостную суету преспокойно проспал, но сразу после пробуждения получил неприятный сюрприз в виде известия о нашем досрочном отъезде. Вообще-то, планировалось, что мы все, за исключением Сашки, которая сразу после полночных курантов, на электричке укатила на горнолыжный курорт, к друзьям останемся в посёлке у моря на зимние каникулы. Говоров специально к этому времени приурочил ещё что-то из своих бесконечных ремонтных работ. Но поскольку выяснилось, что у Стеньки перелом, а у Натки глубокие порезы, решено было срочно вывезти раненых на Большую Землю, домой, в Москву. На малой родине Говорова им ущербным было бы некомфортно, потому что тёплый санузел Никита хотя и соорудил уже, но пока только во временной версии, не в доме, а отдельном строении, которое со временем должно было разрастись до благоустроенного гостевого домика. От порога до него было метров тридцать, но, увы, по сильно пересечённой местности. Затеянный Говоровым ремонт впечатлял масштабами в первую очередь землеройных работ. Ясно было, что Сеньке с его ногой по зимнему времени регулярно преодолевать полосу препятствий на пути в клозет будет трудно. В общем, на семейном совете в Филях было решено, что Натка с сыном возвращаются в столицу, и я лечу с ними, потому что кто-то же должен за этими бедолагами ухаживать. Натка с повреждённой рукой ни поесть приготовить не сможет, ни уборку сделать. Никита, запланировавший себе кучу дел по ремонтно-строительной части, прямо сейчас вернуться вместе с нами не мог и очень по этому поводу злился. Во всяком случае, выглядел он чрезвычайно недовольным, отчего Натка с Сенькой виновата при Техле, а я даже испытала нечто вроде законной женской гордости. «Вот какой у меня мужчина! Хочет проводить своё время со мной, а не в гараже или на рыбалке, как некоторые!» Модель поведения, при которой представители сильного пола максимально дистанцировались от супруг и детей, я успела увидеть на примере соседей по посёлку. Здешние мужики не затруднялись найти повод слинять от семейного очага. В общем, мы снова собрали чемоданы, которые толком не успели распаковать, и улетели в Москву. Хворые родичи поселились у меня, заняв временно свободную комнату Сашки, и пару дней я честно изображала из себя сестру милосердия, а потом случилось страшное. Я уличила своего идеального мужчину в измене. Не зря говорят, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Зачем я поехала поливать эти несчастные кактусы? Стояли они без полива неделю, и ещё столько же с лёгкостью выдержали бы до приезда хозяина. Это же кактусы! Им вообще вода почти не нужна. Зато мне было очень нужно ощутить свою причастность к жизни любимого. Не очень-то меня заботила судьба кактусов, если честно. Я просто соскучилась по Говорову, по своей роли любимой женщины и без пяти минут супруги, хозяюшке и хранительнице семейного очага. Позаботившись о кактусах, я бы ещё рубашки, например, перегладила, пыль стёрла. Ключи от своей квартиры Никита мне дал ещё осенью. Я даже не просила, правда, он сам настоял, чтобы я их взяла. О чём я думала, по-хозяйски втыкая ключ в замок? Я предвкушала, как вдохнул знакомый запах любимого, может быть, даже переоденусь в его домашнюю рубашку, ланелевую, клетчатую, на мне превращающуюся в короткий халатик. Дура! Дверной замок неожиданно оказал мне сопротивление. Я отвлеклась от мыслей об уютной, тёплой, ещё пахнущей говоровом рубашке, осмыслила происходящее и предположила, что изнутри в замок уже вставлен ключ. Это могло означать лишь одно. Никита вернулся раньше, чем ожидалось. Глупое сердце моё забилось живее, улыбка расползлась от уха до уха, и едва дверь открылась, я ввалилась в неё с радостным криком «Сюрприз!». Сюрприз получился, что надо. Дверь открылась. Дверь открылась.